Добрый день всем! Сегодня у нас, получается, выдался хороший солнечный денёк. Я просто стою в теньке. Меня просили снять видео-ролик об вот этих участках, которые находятся, и прогуляемся до новой набережной. Я на ней ещё тоже нюхал, посмотрим, что там красиво и интересное. Вот так вот выглядит одна из таких главных достопримечательностей Анапы. Ей уже несколько лет, народу нравится. Приходят сюда часто фотографироваться. Ночью красивая подсветка у неё. Сейчас, правда, уже, получается, зашёл солнышко за дома. Уже вечер, в районе полпятого. Сейчас. У нас вот, видите, вовсю идут на улице Ленина строительные работы. Делают люки, наверное, в уровень. Я вот так видел, видел, как делают люки в уровень в Германии. Там несколько фрезерных машин. Он выцверливается, и такая красота получается. У нас это не происходит. Ну, тут у ПК техника, он, Хилти, строительная. Тоже, значит, занимаются профессионально. Вот так вот они выглядят и раньше. Может, когда-нибудь пройду здесь заново и посмотрим, как они будут выглядеть сейчас. Это, как бы, место в Анапе относится, наверное, к старейшим местам Анапы. Здесь здания многие оставили всё, как бы, в нетронутом, первозданном виде. Также здесь находится, вот там, на заднем фоне, видно стройка, которая горела факелом. Вот это вот, наверное, один из таких долгих-долгостроев. Она там строится-строится, и что-то как-то там не особо кто-то живёт. Сегодня у нас с утра было минус один. Вот, смотрите, какое яркое солнышко у нас светит. И постепенно к обеду вот уже плюс семь где-то прогрелась. Но в Тиньке всё равно прохладно, на солнышке прям жарко. Так вот, в Тиняк заходишь, джжжить, холодно. А с Тинька выходишь, прохладненько становится. Вот территория Санатория Кубань. Раньше детцы тут часто лазили, гуляли. в Анапе после школы делать было нечего можно было погулять по Анапе было гораздо интереснее чем сейчас меньше машин было людей тоже гораздо меньше видите сколько народу прогуливается по Анапе в это время хотя видите вообще никого нет на улице практически желтые закатные лучи немножко начинаю жалеть что не взял фотоаппарат но все равно холодно чтобы именно дождаться заката сделать несколько красивых кадров можно было бы если кто-то захотел сейчас мы подойдем здесь небольшой скверик такой есть возле санатория Кубань здесь летом летнее кафе запускается работает пересечение улиц солнышко выглядывать с каждого с каждого пересечения ножек клонится закату рекламка такая шарика прикольная ну как бы несмотря на вчерашний снежок все потаяло она опять зеленая если не знать температуру за бортом то можно сказать летние вот такие очень желтенькие солнышко на самом деле прохладно он получается под мы подходим к главному перекрестку улица пушкина вот тут получается задняя часть санатория старинная Анапа она по океану впереди скверик плиточка красивая это вот все старые здания их с детства допустим вот это еще стане помню там магазин всегда был продуктовый с этой стороны уже новая постройка и достройка там я уже не помню что там конкретно было но вот с левой стороны от меня вот это здание я помню с самого детства тут сейчас какой-то магазин игрушек детский вот смотрите она по океан выглядит красиво он должен еще один солнечный рассвет мы сейчас двигаемся по улице ленина получается к морскому порту и уже в районе морпорта повернем налево попробуем найти найти красивую набережную новую в Анапе вот здесь у нас получается расположен магнит вот там да это вот Анапский городской суд и за ним сразу вот начали опять типа строить это здание которое уже горело факелом постояло несколько лет их там закрыли засудили и стройка опять возобновлена все нормально продолжаем круто нравится наша страна ее там самое интересное признавали что-то вроде незаконное вот видите старые дома не разрушаются хотя вот здесь вот инвестбанк юг инвестбанк находится вот он реставрировал вот так вот красиво выглядели раньше дома видите сделано набережной вот он старинная красиво сейчас повернемся на угол сделаю небольшую панорамочку вот морской порт подходим вывеска висит сейчас вернем чуть-чуть влево вот сам порт вход туда где в Анапе вот ля веранда кафешка вот она в океан как выглядит вправо это вот основная прогулочная набережная Анапа туда можно пройти я уже видео там не снимал у меня есть и вот хотел показать как выглядит вот банк внутри стою смотрите какое красивое здание и вот так печально завесили зеленые разрушающие уже крыши нету крыши кровли и вот с этой стороны тоже старенькая это по-моему где учу корпусы относится если я не ошибаюсь могу ошибаться уже конкретно не помню ну а мы пойдем в левую часть набережной посмотрим что там интересного красиво мне конечно не нравится здесь как сам переход от красивой набережной красивой то есть вот вы шли 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 гуляли вац прошли через этот скверик и вот туда дальше там такой как бы да я не ошибся где лучше эти здания тоже относятся корпуса и вот такой вот дальше переходы там непонятно что там дальше какие-то заборы на самом деле туда дальше проходишь и продолжается уже другая красивая Анапская набережная тоже одна из старинных там находится Родзинского не помню фамилию подойдем ближе попробую прочитать домик называется вот так вот не знаю историю родного города печальная в этом смысле простите меня дьюти фри Вечная слава героям в борьбе за свободу вот туалет даже не ободранный профиль на нем ну может ли там работает а то это как я пытался на улице рост попасть в туалет который не работал ну видите заборы понаставили отгородились типа кто здесь мы не в курсе не знаю что это сегодня по пионерскому проспекту еду смотрю на жемчужине России появился вот заборчик остановку кто-то уже там хочет приватизировать по-быстрому застроить посмотрим что из этого выйдет удастся не удастся в общем время все покажет отель вот такой вот красивый с ней щебось Атлантида он называется вот атмосфера здесь какое-то развлекательное заведение вот тоже видите мимо заборов там какими-то закоулками мы двигаемся дальше сейчас это все веснота закончится и мы будем подниматься вверх уже по красивому отделу как красивая точнее набережная вот уже из-за угла появляется золотая бухта Адмирал тоже гостевой дом какой-то горит значит работает вот сюда въезд получается к причалам там 27 причал называется тут катера стоят вот он уже моречко яхту плывет с рыбалки наверное вот 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 так это выглядит вы видите практически все лодки на хранениях летом некого возить катать такая вот незрачная лестница ведет нас дальше так вот получается территория санатория голубая даль помню если я не ошибаюсь сейчас точно прочитаю скажу а голубая волна вот вид набережной вот вот такая вот панорама открывается нам здесь люди вон гуляют сзади меня идут видите какая весистая парковая зона вот за это на пол многие любят тихая погода ветра нету тишина сегодня микрофон не стал так особо прятать единственное что прохладненько хотя вот голубой волне он там видно детки какие-то отдыхают занимаются с ними аниматоры курортный сезон начни везде закончен яхту покажу поближе потому что там стоит на рейде типа корабль какой-то большой почему тут забыл что ищет он в краю далеком и вот я рассказывал об одной из достопримечательных Анапы это домик основателя Анапы которым как бы считаются именно как курорта сейчас я подойду знаешь я забыл как его звали вот это вообще жесть памятник дачной архитектуры начала двадцатого века в 1943 году в здании размещался штаб анапской военной амстробазы вот тут написано где культурный центр Краснодарского края вот оно как выглядит а что это дачный домик там или как там написано вот так вот культурное наследие огородили со всех сторон заборами обрезали снести наверное боялись вот так это выглядит может сейчас где-нибудь еще будет какой-то указатель потому что этого очень как-то мало он сова не сова какая-то исторический памятник дай мне сил вспомнить как он называется я честно не помню вон там на нем что-то еще написано попробуем в самом месте я уже говорил да то что около написано особо не видно еще и цвета мало ладно двинемся дальше под набережную катера летят кормят кисть но погуда она специально у меня тут целый кошатник этикеты все что хочешь это вот типа малая бухта что-то внизу тоже относится к золотой бухте типа в них свой пляж там выход это имеет право ставить забор на пляже сюда уже прорывались активисты всякие разные выходили на море и все забор как был так и есть там это единственный кстати платный пляж вонарь сюда можно приехать там какую-то сумму денег стоит чтобы поотдыхать покупаться типа на закрытой территории я точно не буду говорить сколько потому что я не помню вот мы выдвигаемся уже на саму набережную обзор на угловая вот многие как бы на картинках видят вот этот угол который самый конец набережной смотрится вот она золотая бухта вот вот машина ездит тут походу на по курорту сервис убирают вот смотрите платные сам смотри тоже по сторонам поэтому немножко молчу красиво все это выглядит вчера помните кто видео снимал вот этих домов примерно и в ту сторону тут вот уже видите здесь так идем дальше по форму конечно все очень красиво против солнышка не видно спрятимся за дерево такие красивые съемочки вот 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 отсюда я сейчас наверное смогу увидеть вот они пляж который я говорю платный вон там галечка зонтики типа волнорезик стоит наверное излюбленное место для прогулок всех гостей города курорт Анапы это потому что здесь ну действительно очень красиво конечно такие вот пакеты портят вид но я не думаю что инструкции к нам прилетели хотя вот смотрите каждый там сколько-то метров и лавочки вон стоят и урны стоят то есть бросай не хочу но все равно это не запрещает людям выкидывать мусор вокруг ну такой как себя говорится уважает так и получает моречка вот этот угол мы к нему сейчас подходим ну и в самых-самых-самых-самых красивых мест Анапы вот так вот светит солнышко представьте вы ходите вот сейчас тут чувствуется тепло так тепло и вот он я тех постоянно смотрю с Витязева на это место вот с этого места я тех смотрю на Витязева вот такой красивый паранорамный вид здесь открывается полнорез тоже есть раньше было видно только вот это здание вот в конце сейчас конечно виды совершенно поменялись другие теперь у нас золотая бута на переднем плане вообще даже вот такой вот идешь в красоте такая безмятежность ветра нет не хочется никуда спешить сейчас так идешь отдыхаешь немножко воздух кайф люди тоже возле водички вазят солнечная дорожка красота тишина нет никаких таких резких ну кстати смотрите вот как это все внизу выглядит тоже бревна бревна никто не убирает водичка прям видно отсюда какая она прозрачная светится насквозь в общем такая размеренная зимняя курортная жизнь здесь вот я смотрю кто-то когда-то походу пытались сюда наверное съезд или подъем построить так его начали так и забросили смотрите сколько людей вот это даже сегодняшний выходной день сегодня пятница восемнадцатая кстати ноября вот это вообще жизнь я так замучился путаться с месяцем не знаю до сих пор остался в том месяце и не хочет у меня жизнь перескакивать на новый день такси есть на лавочку куда-нибудь сюда и смотреть вдаль там красиво и классно ну там торговля какая-то протекает что с ним так и общительный продавец день не зря у него прошел на лавочке расставился тут же на продавал круто сейчас наверное доблестные Правоохранители наши до сюда не добираются. Тут, кстати, у нас есть памятник. Сейчас покажу. Здесь в здании курорт 6 февраля была провозглашена советская власть. То есть уже ДК нету, а памятник остался. На месте ДК у нас есть Золотая бухта. Быстро так высказал свою точку зрения. Еще один памятничек. Так, вся власть совет вам. Я хочу сегодня дойти до новой набережной. Здесь это получится и совсем не замерзну. Вот видите, по морю такие полосочки. Надеюсь, на видео будет, на большом мониторе видно, как красиво и красиво дымка подымается. Солнце разогревает вон. Вот видите, какая красота. Так, вот оформленная. Это вот тоже одно из самых таких старейших мест. Плиточка тут освежена. И вот за ними, кстати, вот находится, который я сейчас показывала, битьевой билет. Старейшего НАПИ. Травы Кавказа, кому надо, обращайтесь, целый варек. Лига Лазь, наверное, наступил уже. Вот он, этот питьевой билет. Такой красивой формы, старенький, такое здание. Ну, по-моему, он работает. Ни разу не видел в нем закрыто. Как-то, правда, был закрыт на реконструкцию, но недолго. Ой, прям не знаю. Не зря пошел погулять. Хороший такой. И вдохновение, и настроение поднимается. 22 минуты. Я думаю, он гораздо быстрее. Им меньше это видео у меня займет. Ну, получается, полноклассная, полноразмерная экскурсия по набережной, наверное. Для многих вот неизвестной набережной, потому что не все гуляют здесь. До маяка, например. Потому что и не знают, что она есть. Это как в Витязево. Люди жили возле креста, ходили все время на пляж к жемчужине России. В том, что мы в видео узнали, что есть еще и вот такие вот, как бы паралия развлечения в Витязево. И такое встречается у нас. Вот, пансонат, высокий берег. Вот это, получается, типа считается ихний пляж. Так, выглядит ступенька и сам пляж. Русский колорит, гармошка и все дела. Кафе «Малая бухта». Вот, смотрите, потихоньку набережная ползет туда вниз. Видите, забор покосился. Какой-нибудь хороший такой будет. Дождик и может уползти. Печально. Шаурма, гиро, все дела. Вот как это вообще могло здесь появиться? Да. Дедушка играет. Красота. Вот этот. Визитная карточка всех фотографий. До появления Золотой бухты на всех фотографиях Анапского берега был увиден вот этот санаторий. Ну, все. Так же продолжает работать. Значит, людей еще хватает, которые отдыхают и гуляют. Здесь именно в Анапе. Не то, что у нас, видите, войдешь в мертвую зону везде. Куча юбаков. Вижу сквозь двери. Сейчас вот отсюда будет более-менее так видно саму эту бухту. Сверху вам раз сниму, покажу, как она выглядит. Вот она. Летом, конечно, этого ничего не разглядеть, потому что все зарастает листиками. Все эти деревья. И тут идешь, как по зеленой аллейке. А тут, на самом деле, рядышком море. Разнообразные звуки. Это всюду реклама идет. Краснодарский чай. Можно поставить, записать их рекламу, но она нам не нужна. Вот так красиво. Солнышко светит. Но, кстати, сейчас уже такое закатное, не особо слепит. Можно смотреть. Под него все классно. Шум моря снизу. Волны. Называется чистый кайф. Там малая бухта. Сама здесь. Тоже база всяких сёрферов, кайтсёрферов и так далее. Лодки тоже стоят. Ну, самое главное, откуда здесь только кошек. Вон еще одна сидит. Тут тоже место для пожрать их. Подкармливать во всем. Ха-ха. Такой вот видон. Ну, кстати, видите, как красиво. Фотографичное место, да? Вот тоже обзорная площадка. Тут дырочки были. Было легко выйти. Ну, сейчас тоже можно перепрыгнуть. Ну, мне, честно, не особо хочется заниматься скалолазанием. А, курорты трудящимся. Так вот в Советском Союзе все это было оформлено. Ну, вот, собственно, мы выдвигаемся уже к самой новой набережной. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Раньше, кстати, вот практически вся набережная... Не практически, а вся набережная. Вот вместо этих металлических поручней... О, уже еще одни точки тут пооткрывали. В прошлом году я их не помню, чтобы они были. Она была выполнена тоже вот такими белыми колоннами. Ну, потому что со временем они начали разрушаться. Ух ты, ешкин кое! Что там понастроили? Я, честно, этого даже не видел. Здесь, типа, купальня. Сейчас посмотрим сверху. Ну, может, года три, наверное, здесь не было, может, два. Потому что такие капитальные изменения. Вот как сверху, типа, выглядит эта новая набережная. Помню, когда был другой мэр, запрещали вот этот спуск вниз делать. Ну, вот, пристроились к скале, понастроились. Номеров можно делать, либо каких-то развлекательных заведений. Ну, вот, собственно, вот этот кусочек. Вот так вот. Считается новая набережная. Там спуск есть. Сейчас сниму сверху, наверное, сейчас спущусь вниз. Посмотреть, что это и как это выглядит. Внизу у нас, типа, зоны для купания. Такая вот красота. Сходим, посмотрим. Может, сам проход спускаться не буду до конца. Немножко уже подзамерз. В общем, так-то общий вид был понятен. Как она выглядит, что из себя представляет. Полно-таки красиво. Мне понравилось, в принципе. Еще одно необычное. Вот только какие-то люди здесь на велосипедах просто проверялись, вы тормоза. Ну, честно, нехорошие. Нехорошие, то, мягко сказано. Стройка полным ходом. Вот так горизонтно, у нас желтенькое море. Зря я, наверное, фотоаппарат не взял. Тут может получиться очень красивый закат. Для заката просто так его не снимешь. Нужен еще помощник, хорошая вспышечка. Здесь у меня было обнаружено такое вот место для выхода. Можно выглянуть. И вот он сам еще, сам покажу спуск вниз. Как-то что-то выглядит. Он выгружает плитку. В общем, там еще вообще уйдет строительство. Наверное, туда не пойду. А от санатория, наверное, бухта, типа пляж. Вход свободный, все дела. Не поверишь. И двойнемся дальше. Дальше. В общем, сейчас с этой стороны покажу, как она выглядит, эта набережная. Так. Собственно, получилась вот такая вот прогулочка. Солнышко спряталось. Такая красота. Видим новый набережный кусочек. Под видом, который застроили, пристроились к берегу. Вот так вот выглядит оно все. Красота. Скоро закат. Спасибо всем тем, кто досмотрел мое видео до этого места. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите мне сообщения. Вконтакте. Одноклассников. Буду рад здесь вас всех видеть, слышать. Хорошего настроения. Не болейте. Жду вас в следующих своих видеороликах у себя на канале. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.